Трансляцию, кстати, давайте сделаем трансляцию немножко. И начнем. Номер один Анатолий Чеботарь, номер 14 Дмитрий Попович, номер 8 Александр Гроссу, номер 10 Олег Мола, номер 4 Дмитрий Волошин, номер 9 Денис Наконечный, номер 15 Александр Попов, номер 7 Михаил Шевченко, номер 3 Виктор Головатенко, номер 1 Михаил Палладин. Есть стартовый свисток и сейчас я вам все буду рассказывать, что точно же хочет попасть туда сборная Молдовы сейчас, поэтому я атакует и первый удар, возможно, будет сейчас по воротам. Нет, это крутейшая комбинация и рядом со штангой проходит этот сбор. А сейчас не было никакого нарушения правил и один из чужих ворот футболист Амалиги, но нет, Александр Попов сейчас пробил. Мимо им разобрались, подключили Головатенко, он уже здесь, он уже ждал. Отдает здесь никого, кроме Олега Молы, который и открывает счет в этом матче. Ну, так Молу оставлять нельзя, конечно, в чужих ворот абсолютно никого не было рядом с ним. Всего один защитник перекрывал и Головатенко, который был в метрах с 20-15 точно. Вот Амалиги. Япуриану, наверное, можно ему отдать, но нет. А был ли гол? Да, был гол. Так, мяч пролетел, что казалось, как будто бы он с обратной стороны сетки задел ворота, но нет, это был хикарный удар Дмитрия Поповича. Вот это хитро. Посмотрим, что Бизнес Лига пытается комбинировать красиво, теряет мяч, но против такого нудного сделать, по-моему, уже ничего нельзя. Вот он бьет и чуть-чуть буквально в результате. Ох, как красиво сейчас. Снова нудный, да, но кто же и заигрывается. Может быть, сейчас можно бежать с чужим воротами и забивать, и тогда поинтереснее пойдет игра в Мексике. Так что все это, вот каждый шаг, это лестница к чемпионату мира в Мексике. И сейчас, вот сейчас начнется по-настоящему круто. Денис Чопо забивает за Бизнес Лигу, пока я рассказывал о планах в Соке. Мы пропустили гол. Денис Чопо сделал счет 2-1. Ну и о планах теперь тем же футболистам Красной Звезды, что вызов в сборную. А в руки брать-то нельзя сейчас. О, смотрите, какой у нас появился новый игрок. Кажется, он за сборную Амалиги играет, потому что на критозрителе там сидит на трибуне. Но нет, это все нужно для того, чтобы стандарт разыграла после удаления Головотенко. По-моему, так себе и не возвращала. Бросу будет Япурян убить несколько метров до ворот, но нет, это не такой неточный удар, просто там был рикошет. И все, на такой ноте завершается первый тайм матча. Ну, для председателя, в Амалиге происходит все наоборот. Пока ты отвлекся на одну минутку, вот сразу же бьют. И сборная Амалига шикарно начала матч в целом. Ну и сейчас второй тайм тоже подстать ему. Прострел был, полупрострел, полу, все все поняли. И вот, судя по всему, выстраивается именно так, как нужно. Но сейчас сам он чуть в свои ворота мяч не направил, но все хорошо. Это так и было задумано. Ну, и сейчас может снова увеличивать счет, то ли не получил. Человек, самый активный в бизнес-лиге. Ох, проверили сейчас Чеботаря. Чеботаря давно, но не приходится пока. Вот далеко пошел вратарь, будет бить. Видели мы удары с таких позиций. А здесь вот уже 4 в 4 равенство у чужих ворот. И в свои ворота забивает футболист-бизнес-люге Михаил Паллади. Хорошо замкнул. Ну, там было сложно промахнуться. Там было, скорее, там сложнее было все-таки подстроиться под мяч так, чтобы сейчас мы видим, что бегут со всех ног. Хотя только что голова-оттенка был у чужих ворот. Какая красивая атака. Все практически в касании. Шикарное завершение головой и шикарный сейф Чеботаря. Да, конечно, все еще не завершается. 3-1 это тоже достаточно небольшое преимущество. Кто-то говорил, что в два мяча хуже вести, чем Вадим. Да, Чеботарь как-то менее крупным. Ну, а пока наоборот. Нужно уже у своих ворот оброняться. Как хорошо сейчас играл голова-оттенка. Просто выкатил так, что нельзя было не забить здесь нудному. Ну и наконец-то, наконец-то он свою активность переводит в забитые мячи. Нудный абсолютно точно заслужил этот гол. Но это не опасно Чеботарь. Конечно, тут уже свободная зона освободилась. Чеботарь отбивает ворота. Нет, не пустые, сам же Чеботарь в них. И хорошо кидает, но, конечно, можно это реализовывать. Есть удар и голкипер отразил удар. Дал вам послушать, как будет играть сборная Соки. Сказали, договорились между собой, что трое пойдут вперед. Ну вот они и пошли. Даже больше нудные на голова-оттенка. Это уже просто Барселона какая-то пошла. Мог, в принципе, каждый из них бить по воротам. Но сейчас ситуация немножко похуже. Решили Игоря Иову. Сильно летел мяч. Сложно было принять его сразу. Какие шикарные финты от наконечного выстрела. Вот это красота настоящая футболировать. Попович мяч забрал. В падении пробил. Ну и все-таки финальный свисток именно вот на такой ноте. На ноте, которую сыграл Попович в составе Амалиги. Заканчивается матч. Счет в 4-1. Это был крутой матч. Спасибо всем, кто нас смотрел.